всем привет привет друзья сегодня у нас вроде тепленько вроде и не жарко она так средненько 25 26 градусов у нас что у нас на сегодня будет пицца хочу детей порадовать выходной день пицца завтра в школу в бой как говорится поэтому надо их чуть-чуть расслабить недавно в школе у нас на этой неделе в старшей проходила поиск ну так и корректно будет сказать поиск наркотиков да я уже говорила что они вот с какой-то периодичностью приглашают полицейских собаками и собаки ходят они обнюхивают ищут и вот это вот сейчас у нас на неделе было эти рассказывали директор отчитался ничего обществе не нашли все окей так что хорошо что они это делают мне кажется это это правильно в принципе в такое вот время мы живем достаточно сложная когда этих веществ мне кажется все больше и больше и больше становится поэтому прямо хорошо что они так делают лучше вовремя выявить чтобы оно не распространялось дальше у меня когда мальчики ожидались один за другим и у меня это был почему-то какой-то страх и рациональный или рациональный ну вот был страх что они могут куда-то туда влезть и прямо вот именно вот этого дела очень сильно боялась как мама всегда и когда вот дети рассказывали еще в школу в россии ходили что появлялись вот эти всякие типа жевачки там потом что-то понюхать что-то куда-то засунуть и вот это в наших школах в том числе было хотя школы более-менее ну вот хорошие школы хорошие районы не то что там вообще в каком-то цыганском заброшенном районе жили нет все нормально но тем не менее это было это распространялось не говоря о том что дети ходили с этими электронными сигаретами начиная там я не знаю с какой со средней школы поэтому я прям курение не так страшно не так страшила что так вредная привычка да можно ее когда-то бросить но но вот эта вещь это прямо серьезно меня будоражило расстраивала поджариваем вчера что это лапшу паутинку вермишелька осталось поджарим и съедим у нас там на полянке смотрите вот что у нас там там я что-то за заборчиком все не вижу отсюда даже при приближание что происходит или дети в загончики видимо они с ними играют мячик там летают батут они придумали веселую по для детей это церковь левый шинчоч снова молодцы такие но про школу меня очень давно еще прошлом году спрашивали как здесь дело вообще обстоит с организацией вот этого процесса в частности что там сайтами если у них электронные дневники и вот в этом году я наконец-таки зарегистрировалась у них есть power school такая платформа она для учеников и для родителей входы разные естественно но я имею ввиду пароли и вот там как раз держится сведения об успеваемости предметов учеников можно все отследить плюс у них есть еще отдельно такой дневник по крайней мере средней школе называется убит ли адженда и там тоже все хвосты можно посмотреть что подтянуть что перерешать можно что-то дождать можно в общем отслеживать сам ученик всю домашку свою и там видно как бы что тебя поставили что-то или что у тебя долг какой-то висит чем такая вот система и плюс вот я уже рассказывала приложение для родителей который называется parent square она на телефон устанавливается там приходят различные сообщения от вот в нашем случае от трех школ три школы четыре ученика и вот очень удобно каждая школа присылает ежедневно по куче сообщений бывает там какие-то события либо волонтеры требуется либо там будет какой-то что-то вот происходить плюс учителя пишут что нужно повали пишут эту всю домашку что они проходят в общем вот держит в курсе родителей российских школах наверное сейчас везде уже электродные дневники у нас уже они тоже были очень давно сыну 18 лет и тоже по моему еще с первой школы да он пошел там началке уже был этот электронный журнал вот электронный журнал называется но у нас учителя по крайней мере это касается нашей школы наверно грешили вот очень захожу посмотреть это ж мальчики мальчика не не всегда добросовестно выполняет домашку спросишь сделал да да сделал конечно это же веришь что он не успел бы сделать особенно если это не началка туда мы знаем домашки в школах задают вот и заходишь посмотреть чтобы тыкнуть доносом вот что ты сделал покажи вот это ты выучил а учителя у нас что-то так как-то заполняли через пень колоду заходишь и там то домашки нет оценки не проставлены вот вот это было на ну это касается наверное нашего конкретного случая думаю будем пиццу ставить сначала тесто хорошо сразу поставить но делаю каждому по три и того будет у нас 24 нет подождите 18 вольф чё у меня коробочка для взвешивания удобная как и для хранения мука подошла к своему концу да я поняла это твой любимый мультик да был он был до пришла приготовить начинку для пиццы пришла вообще пиццу на самом деле делать а тесто не подошло потому что у нас 79 по фаренгейту не знаю как перевести переводить в цельсии я просто знаю что 79 это достаточно нормальная температура воздуха для наших аппартов и вот тесто для а для теста это не нормальная температура потому что вот когда было 85 нам жарко а тесто хорошо стояло 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 и плохо подошло пришлось прогревать печку как старые зимние времена чтобы быстрее подошло сейчас быстро начинку сделаю на этом с пашей мультики смотрят из своего детства жихарка есть такого кусок жира мне не знаю наверно дети не порадуются куску жира я тоже срезать жихарка мультик был и она в детстве когда не знаю когда года четыре назад смотрела ежедневно что смотреть жихарку колобок там из этой же серии такой поющий странный и вот жихарка странный странный тоже девочка такая вредная крикливая у меня он уже этот мультик выбежала последнее время она все просила включить ключи с орлями с орлями я делаю маленькие школьные пиццы поэтому мне нужно вот такими не сильно большими кусками будет невкусно недавно заходила на наш футбольный сайт приложения и там значит такое предложение прикольно для тех кто для детей которые с особенностями им тоже дается возможность поиграть футбол проводится несколько занятий совершенно бесплатно можно записаться и ребенок как ребенок тоже будет играть наравне со всеми футбол в доме не наточены ножи есть такой классный стендап комик я не знаю сейчас он выступает или нет но я смотрела его старые выступления вообще ну не поклонник тнт в принципе но вот в интернете выцепила вот это выступление алексей щербаков про школу и вот он прям скажем так на больную мозоль всех родителей наверное наступал наступает когда смотришь это но у нас уже это не в такой мере здесь беспокоит здесь все по-другому но тогда я слушала и думала блин точно точно послушайте просто сын пошел я не буду давать пересказ но вот в чем смысл сын пошел в школу и как родителям приходится делать с ним домашку как папа приходит и говорит что я дома почему я должен там типа заниматься школьными делами почему я должен с ним делать уроки почему я должен ему что-то там объяснять то что мы не объяснили типа в школу вы учите я дом я там делаю какие-то домашние дела выращиваю этого сына но выращиваем воспитываю там ухаживаю сделаю свои обязанности если там отдал в школу то соответственно вы учите его ну вот это конечно в этом есть своя на самом деле правда особенно когда учеников много тогда да когда вот такое домашка такая домашка приходит смотришь открываешь дневник а там слова по английскому выучить что-то там подготовиться кто не знает все знают это и очень хорошо когда ребенок сам умеет сам справляется сам делать домашку когда ребенок что-то там не догоняет и приходится вот нанимать допустим либо репетиторов уже я знаю люди нанимают там с началки либо самому закапываться тогда да уже как бы не до радости уже вызывает действительно вопросы и сами дети говорят что учителя не всегда не всегда нормально доносят эту тему много учителей хороших естественно без сомнения но много таких которые просто приходили почитать что-то почитать параграф либо дети читали даже сами рассказывали что вы делали на географии мы читали читали параграф и все конечно это скучно конечно это неинтересно абсолютно не мудрено что дети половина предметов просто просто не любили просто не знали не любили а когда педагог хороший это зарождается интересы к учебе и что-то делать и что-то дополнительное возможно посмотреть свое даже свободное время вот так у нас был хороший педагог по истории который заинтересовал сына вот ему интересно было это направление не вот такую такую посудовойку это уже вторая партия первая партия закончилась дети подъели вторая партия 6 2 закончится не обычно по две штуки лопают а третьего оставляют не завтра но некоторые про готики съедают сразу три они маленькие просто они вот они очень маленькие в этот раз что-то как-то совсем крошечное шоколадка недавно читала что повышенное потребление сладкого влияет на кожу лица женщин то есть она становится менее упругой вот но я не люблю точнее я не могу отказаться от сладкого полностью это мне поднимает настроение а во вторых я еще такое слышала но с этим не знаю даже можно поспорить что при депрессии тоже куча сладостей но куча сладости в принципе она до перейс бы так всего чего бы то ни было он вреден даже если морковку жрать пардонте килограммами тоже наверно боком как-то она выйдет не туда пойдет но вот тем не менее я задумалась прямо про сладости и женскую красоту на вроде так моложе надо мороженое много сладостей потому что я вроде немного сладостей стараюсь кушать в чай кладу сахар только если у меня что-то не сладкое типа пиццы с пиццы люблю кофе сладкий дам покажи что-то не а он без я думала там будет название да оба хороши у нас такая темень какая-то видимо там сколько-то лампочек внутри этой люстры и одна из них как-то перегорела в общем потусклела вот это зажигаем а